Хакерский скандал США обвиняют троих украинцев в кибератаках, взломах компьютерных сетей, в воровстве личных данных. Что грозит задержанным и чем на самом деле они занимались, Дмитрий Анопченко выяснил всё в Вашингтоне. Сухое сообщение американского Минюста. Обвиняются трое украинцев, причастных к хакерской группировке Fin7. Известны их имена. Фёдор Гладырь, ему 33. Дмитрий Фёдоров, 44 года. И 30-летний Андрей Колпаков. По данным следствия, действовали они как минимум с 2005-го, заразив вирусами компьютерные сети ресторанов, гостиниц и казино. Минюст утверждает, эта группа хакеров взломала тысячи компьютерных систем по всей Америке. Похитила данные о кредитных карточках 15 миллионов человек. А ещё, помимо Штатов, атаковала компьютеры в Великобритании, Франции и даже Австралии. Люди, ничего не подозревая, рассчитывались кредитками в ресторанчиках и забегаловках. Но компьютерные сети этих заведений, заражённые вирусами, мгновенно передавали всю финансовую информацию хакерам. Популярное здесь издание Wired сообщает даже, что украинцы атаковали не только общепит, но и Трамп-отели, принадлежащие американскому президенту. Фёдора Гладыря арестовали в немецком Дрездене. Он сейчас в тюрьме в Сиэтле. Его американцы считают системным администратором и менеджером хакерской группы. Мол, раздавал задания остальным и координировал их деятельность. Дмитрий Фёдоров задержан в Польше. Сейчас решается вопрос об экстрадиции. Его называют высококлассным хакером, который искал уязвимые места компьютерных систем и взламывал их. Андрей Клопаков был арестован в Испании. Его также пока не выдали Америке. Мы намерены доставить всех их в Сиэтл, чтобы предъявить обвинения и привлечь к ответственности. Расследование продолжается. Что интересно, как утверждает следствие, группировка вовсе не была подпольной. Наоборот, создали компанию Combi Security, которая действовала вполне официально, открыв офисы в России и в Израиле. И, по данным ФБР, через эту фирму и вербовали новых хакеров. Задержанных сейчас украинцев обвиняют сразу по 26 пунктам. Это и мошенничество, и компьютерные преступления, и кражи личных данных им теперь угрожают десятки лет за решеткой. Если, конечно, они не пойдут на сделку со следствием. А здесь, в Соединенных Штатах, это распространенная практика, когда те, кого обвиняют в компьютерных преступлениях, затем помогают силовикам расследовать то, что происходит во всемирной паутине. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.